По количеству автомобилей на душу населения Курган не уступает крупным городам. Создается впечатление, что автомобилистов в областном центре сейчас даже больше, чем пешеходов. Отсутствие развитой дорожной сети приводит к их конфликтам. Один из примеров этого – незаконная стоянка на улице Истержемского. Я здесь хожу каждый день на работу. Ребята паркуются так, что полностью заезжают на тротуар. И нам, пешеходам, остается только пройти вот здесь вот по газончику. Ну а когда здесь таяние снега или идет дождь, то тут просто не пролазно. Лариса Мелехина обратилась в ГИБДД. Ее переадресовали в администрацию города Кургана. В мэрии ответили, что там стоит знак «Стоянка запрещена», поэтому все вопросы к госавтоинспекции. В городском отделе ГИБДД пояснили, что стоянка в этом месте является незаконной. На данном участке установлены знаки «Остановка запрещена», за которые предусмотрена административная ответственность в размере штрафа в полторы тысячи рублей. Поэтому водители, въезжающие на данный участок и оставляя свой транспорт на краю проезжей части, нарушают требования данного знака. ГИБДД подъезжали, пытались разъяснять автолюбителям. Видимо, что там знаки они, в общем-то, нарушают. Ну и все. После этого как бы и ничего. Машины по-прежнему оставляют на тротуаре. Пешеходы вынуждены обходить их или по грязи, или обтирать грязные бамперы автомобилей полами, пальто и курток. Можно понять водителям, что им негде парковаться. Это раз. Два. Но также можно понять и наших пешеходов, потому что нам просто не пройти. Мы приходим вот по колено в грязи, обтираем их бампера и прочее. Водителям говоришь, ребята, так вы вот как-то паркуйтесь. Они просто полем лесом направляют. Тут тоже, знаете, обидно. Ну вот ситуация такая, очень хочется, чтобы что-то изменилось. Инспекторы госавтоинспекции призывают граждан сигнализировать в ГИБДД о фактах нарушения. Необходимо обращаться в дежурную часть ГИБДД областного центра для того, чтобы сотрудники приняли меры реагирования. Пока администрация города и ГИБДД решают, кто должен навести порядок, пешеходы принимают свои меры. Один на Тойоте, вот ему бампер поломали. Сейчас не заезжает уже. Он вообще сильно прям это... Там проход оставался сантиметров 30-40.